Добрый день! В эфире Финтаймс и КРВРН21. Я Фарида Ашралова и рассмотрим основные темы нашего выпуска. Парламент Азербайджана обсуждает введение налоговых каникул для предпринимателей, пострадавших от коронавируса. Филиппины стали первой страной, закрывшей фондовую биржу на неопределенный срок. Прекращены торговля валютой и ценными бумагами. Сокар Марин возгравила первенство по международным продажам топлива для судов в Турции. Парламент Азербайджана в ходе пленарного заседания одобрил изменения в закон о регулировании проверок в сфере предпринимательства и защиты интересов предпринимателей. По изменениям осуществления проверок разрешается в частных медицинских учреждениях. Действующий в Азербайджане до 2021 года закон позволяет проводить только налоговые проверки, а также проверки в случаях наличия угрозы жизни и здоровью населения, национальной и экономической безопасности и проверки субъектов финансового рынка. В их числе также проверки и в рамках госнадзора за строительством. Между тем в парламенте предложили ввести льготы для предпринимателей, пострадавших от эпидемии коронавируса. В первую очередь это относится к сектору туризма. Как отметил председатель парламентского комитета по экономической политике, промышленности и предпринимательству, необходимо провести детальные анализы и подготовить предложения для поддержки предпринимателей. Пострадавшему бизнесу могут предложить налоговые каникулы. Согласно анализу продовольственного баланса Азербайджана, ситуация на рынке удовлетворительная. По словам исполнительного директора Центра анализа экономических реформ и коммуникаций Весуала Гасамлы, ежегодно при формировании продовольственного баланса учитывается ряд продуктов. Самообеспеченность по зерновым растениям достигает 70%. Запасы в этой области в последние годы составили 1,2 млн тонн. Уровень самообеспеченности по картофелю в прошлом году составил около 88%. По овощам и фруктам показатель превышает 100%. Также по мясу и мясопродуктам. Профицит также наблюдается по хлебобулочным изделиям и соли. Американские фондовые индексы по итогам сессии потеряли около 12%. Торги приостанавливались на 15 минут дважды за день, когда S&P 500 снизился на 7% в самом начале сессии и затем, когда падение превысило 13%. Из 500 компаний, входящих в расчет индекса, подешевели акции 491. Индекс страха Уолл-стрит взлетел до исторического максимума примерно на 43% и превысил 82 пункта. Такого даже не случалось во времена финансового кризиса 2008 года. Число случаев заражения коронавирусом в Соединенных Штатах превысило 4700. На данный момент известно о 93 жертвах. У нас есть простое сообщение для всех стран. Тест, тест, тест. Проверяйте каждый подозреваемый случай. Если результат положительный, то изолируйте и выясните, с кем они находились в тесном контакте в течение двух дней до появления симптомов. Проверьте каждого из этих людей. Между тем, американская Амазон объявила о готовности нанять 100 тысяч новых сотрудников в связи с увеличением онлайн-заказов. Компания также повысит почасовую оплату с 15 долларов до 17 долларов до апреля. Амазон готова обеспечить работой тех, кто ее лишился в связи с коронавирусом. Рост спроса на онлайн-заказы наблюдается и в американских сетях супермаркетов Альбертсонс, Крогер и Рейлерс. Они также нанимают новых сотрудников. Между тем, возобновили работу продавцы китайского Алиэкспресс. 95% производителей вернулись к работе в штатном режиме. Задержанные ранние посылки будут осуществлены в течение 10 дней. Индексы Азиатско-Тихоокеанского региона меняются разнонаправленно. Слабый коррекционный рост отыгрывает потери, вызванные распродажами следом за американскими рынками. Японские и корейские индексы открылись снижением более чем на 3%. Рынки ждут серьезных финансовых мер от правительств в ответ на вирус. Накануне ЦБ Японии объявил о том, что сохранит процентную ставку на уровне минус 0,1% и запустит программу более дешевого кредитования для компаний, пострадавших от коронавируса. Филиппины стали первой страной, которая закрыла фондовой биржи из-за пандемии коронавируса. Данному примеру последовала и Шри-Ланка. Филиппинская фондовая биржа сообщила, что торги приостановлены для обеспечения безопасности сотрудников и трейдеров. Предполагается, что торги валютой возобновятся 18 марта. Президент Франции объявил принятие государства мер для поддержания граждан и бизнеса в целях противостояния экономическому кризису. Правительство гарантировало банковские кредиты компаниям в размере до 300 миллиардов евро. Государство отсрочило налоговые, социальные и банковские платежи. Президент пообещал, что ни один бизнес не окажется на крайней банкротстве. Наряду с этим глава государства объявила при остановке выставления счетов за воду, газ или электричество, а также за аренду. Предприятиям рекомендовано ограничивать, обеспечить возможности удаленной работы. Я решил еще больше усилить меры. Начиная с завтрашнего полудня и по крайней мере в течение предстоящих 15 дней поездки за рубеж будут значительно сокращены. Не разрешается проведение собраний, общественных и неформальных встреч. Нельзя гулять и встречаться с друзьями в парке или на улице. Ограничиваются встречи вне дома. На территории Франции разрешаются только необходимые поездки, посещение продуктовых магазинов с соблюдением необходимых правил. Компании страны должны организовать переход работы на дом, чтобы защитить сотрудников. По информации, на конец февраля около 94% работ выполнено по строительству трансадриатического газопровода. По сообщению консорциума ТАП-Эйджи, работы идут по графику. Завершено строительство компрессорной и газореспределительной станции на территории Греции и Албании. Проект является частью Южного газового коридора, по которому азербайджанский газ месторождения Шах-Денис пойдет в Европу. Белорусский Мозорский МПЗ приступил к переработке нефти Азерилайт, поступившей по трубопроводу Одесса-Бродвей и Броды-Мозорь. По сообщению пресс-службы концерна Белнефтехим, дочерняя структура госнефтекомпании Азербайджана Сокартрейдинг, поставит в Беларусь три партии нефти общим объемом около 250 тысяч тонн. Все поставки будут осуществлены через порт Одессы и нефтепровод Одесса-Брода. Первая поставка осуществлена из порта Джейхан, 90 тысяч тонн нефти Азерилайт. Вторая партия нефти уже по пути в Беларусь, это 80 тысяч тонн нефти марки Юрлс. В рамках третьей партии будет осуществлена поставка 80 тысяч тонн Азерилайт из Супса. В текущем году в рамках договоренности между странами Сокарр поставит в Беларусь 1 миллион тонн нефти. По сообщению турецких СМИ, по итогам прошлого года Сокар Марин – лидер в секторе международных продаж топлива для судов. Компания в 2019 году продала 600 тысяч тонн топлива суда, проходящим транзитом через турецкие проливы, следующим из-за рубежа в порты страны или в обратном направлении. Доля компании на рынке продаж топлива для судов превысила 25%. В текущем году компания планирует начать деятельность и в секторе внутренних продаж судового топлива Турции. Соответствующие услуги планируется предоставлять туристическим и рыболовецким судам и судоходным компаниям, осуществляющим перевозки грузов и пассажиров внутри страны. Компания присутствует на рынке Турции с 2013 года. Это новое достижение для нас, которое вводит нашу деятельность в этой сфере в Турцию на новый уровень. Здесь нужно отметить, как я сказал, достижение Сокор в плане выхода на новый уровень как транспортировочной компании, так же и в плане интеграции разных сфер бизнеса в Турции. Таким образом, мы можем сами транспортировать те продукты, которые мы производим. То есть мы можем экспортировать своими средствами, своими судами продукты производства на наших заводах, скажем, Стар и Лепетки. На международной рынке мы можем транспортировать азербайджанскую нефть и продукты нефтепереработки из Азербайджана, из Турции. У нас есть терминалы, морские терминалы, как в Турции, так, допустим, и в Грузии. Стоимость нефти перешла к росту. Цены повысились примерно на 5%. Ранее Соединенные Штаты и Китай выступили с заявлением, что воспользуются низкими ценами для пополнения стратегических запасов. Это были главные новости мира финансовой энергетики к этому часу. Оставайтесь на CBC. До встречи в 18.30. Субтитры создавал DimaTorzok